Дайджест недвижимости. О постепенном росте цен на жилье сообщал замглавы Минстроя Никита Стасейшин. Его заявление о стабильно растущем спросе и как следствие увеличении цен даже вызвало недовольство федеральной антимонопольной службы. Ведомстве посчитали, что эти слова могут быть неверно поняты застройщиками, как ориентир при планировании ценовой политики. Дайджест недвижимости. В Кировской области могут изменить правила предоставления земельных участков без аукциона. Нововведение коснется тех застройщиков, которые хотят реализовать инвест-проекты в сфере защиты прав пострадавших дольщиков. В соответствии с предлагаемыми изменениями, инвест-проект по завершению строительства проблемных домов сможет получить земельный участок в аренду без торгов. Однако застройщик может претендовать на него лишь после того, как предоставит меры по защите прав дольщиков или завершит строительство проблемного объекта за свой счет. Решение о предоставлении участков в аренду будет принимать правительство области. Сейчас законопроект внесен в реестр ЗАГС Собрания и проходит антикоррупционную экспертизу. Депутаты обсудят его на ближайшей сессии, уточняет портал Айкераф.ру. Дайджест недвижимости. Кировчанам напомнили об уплате имущественных налогов за прошлый год. Сделать это необходимо до 1 декабря 2017-го. Всем жителям области, имеющим в собственности объекты недвижимости, земельные участки или транспортные средства. Управление налоговой службы уже начало рассылку соответствующих уведомлений. Пользователи личного кабинета физического лица на сайте ведомства получат напоминание в электронном виде. Все остальные граждане через почту России. Не позднее 1 ноября этого года. Уточняется на сайте городской администрации. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.